Только самые сильные и выносливые в Наринмаре стартовал ежегодный традиционный турслёт школьников «Золотая осень». На территории Центра арктического туризма школьная команда из Наринмара искателей Красного и Тельвиски продемонстрирует навыки походной жизни, умение работать в коллективе, знания родного края и творческие способности. Проводила юных путешественников поход и наша съёмочная группа. Для девятиклассника Дмитрия Терентьева из посёлка Красное участие в этом турслёте – своего рода проверка. Ведь он в первый раз ведёт свою команду в качестве капитана. Но за таким капитаном и идти не страшно. Опыта юному путешественнику не занимать. Помимо этого мероприятия, в котором он участвует уже третий год подряд и вместе со своей дружной командой занимает призовые места, молодой человек зачастую самостоятельно организовывает походы. От последнего у молодого человека остались очень яркие воспоминания. Когда мы были на Васькином озере позатом году, это был последний турслёт, который там проходил. Мне полоса препятствий понравилась. Когда мы уже пришли, как бы всё, и на следующий день. Вот там мы бегали по лесам со страховкой, всё это, речки, переправлялись через речку, по болотам бегали. Вот это вот больше всего понравилось. Юный путешественник Дмитрий Черков из четвёртой школы в турслёте принимает участие уже во второй раз, но в качестве капитана также в первый. Говорит, самое главное в подобных походах – это подготовка. Всё проходили поэтапно, мы знали, что будет, потому что не первый раз идём, ну, примерно. И всё, проходили, тренировали, учили узлы, топографические знаки и траекторию примерно изучали. Конечно, ни одна команда не справилась бы без опытного проводника. Своим опытом Михаил Лупанин, преподаватель ОБЖ из первой школы, может гордиться. Ведь в свой первый поход он отправился ещё в конце 80-х годов прошлого века. Как признаётся опытный путешественник, самое главное качество, которым должен обладать истинный турист – это выносливость. Желающих много. Тут, наверное, важно подобрать ребят опытных. Встречались такие, которые первый раз хлеб отрезали, то есть на всём готовом. Готовимся, рассматриваем все нюансы, все вопросы, чтобы не возникало у нас чрезвычайных ситуаций. Главное, конечно, это сходить, чтобы все были здоровы, никто не заболел, ну и получить впечатление. ОБЖ, география и другие учебные предметы пригодятся юным путешественникам в этом году. По словам организатора, главный орган, который будет работать у участников этого турслёта – голова. Каждый год мы стараемся придумать что-то новенькое, ребятам. Каждый раз усовершенствуемся. В этом году у нас уже больше команд по сравнению с прошлым. Очень радует это. Команды настроены достаточно оптимистично. В этом году ребятам на самом деле придётся думать головой и работать командой. То есть им не даётся готовый маршрут, по которому они идут. Промаркированные, отмеченные. Им нужно брать азимуты, отмерять расстояние, уметь ориентироваться на местности и на карте. Работать в команде. Первое испытание ждёт ребят сразу на построении. Это поход «Кросс» от памятника танка Т-34-85 «Оружие Победы» в посёлке Искателей до места проведения слёта. «Кросс» будет сопровождаться различными заданиями на ловкость, выдержку и смекалку. Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Семёнычева, Вадим Стасюк.